Ребята, всем привет! С вами Александр и сегодня мы познакомимся с недавно созданным появившимся динозавром в игре Jurassic World The Game. Это у нас плезиозавр кайвекия. Кайвекия это вымерший вид плезиозавров, который жил на нашей планете в эпохе позднего мелового периода и входит в семейство эласмозаврит. Кайвекия котики это единственный известный вид рода кайвекия. Впервые описана Артуром Крикшенком и Эваном Форрисом в 2002 году. В переводе на русский язык означает «пожиратель кальмаров». Первоначально кайвекию классифицировали как представителя клади аристониктины, но затем в 2010 году он был перенесен в группу лептоклейды, однако в последнее время его снова перенесли обратно к аристониктинам. В аристониктины включают позднемеловых плезиозавров, таких как сами аристониктины и кайвекии. Близкими для кайвекии по родству являются фотобазавры и аристониктины. Ну там собственно говоря их довольно много и остальных очень схожих по строению. Кайвекии жили уже можно сказать незадолго до окончания эры динозавров и собственно говоря и водных рептилий и летающих рептилий и выжили в то время только уже более самые сильные и развитые. Выживание именно кайвеки связывают с тем, что они были более специализированы в плане своего питания, узконаправлены. Они умели охотиться на определенный тип добычи. Это проявляется в частности в строении челюсти, в форме их зубов. У них зубы были очень маленькие и тоненькие, острые как иголки, что позволяло им ловить и удерживать мелкую и юркую добычу, такую как кальмары. Отсюда собственно говоря и их название пожиратель кальмаров. Морда у них довольно специфическая, такая вот укорочена и очень похожа на своего родственника аристонектиса, которого вы сейчас наблюдаете у себя на экране. Также отличительной чертой кайвеки является длинная шея и довольно короткая голова. Длину этой животной достигала 6,5-7 метров и весила порядка 500-1000 фунтов. Ну, короче, около полутонны. А вот это, ребятки, собственно говоря, и главный представитель семейства, да, в которое уходит кайвеки, это эластмозавр. Ну, ничего не скажешь, да, очень похож, только у него, по-моему, морда как-то подлиннее. Но зубы тоже такие меленькие. Ух ты, что-то его так покоробило немножко на повороте текстурки, да. Ну, очень, в общем-то, он похож. Давайте сейчас мы найдем, собственно говоря, саму героиню, вот. А вот наша кайвекия. Так, я ее тут еще не докачал. Кстати, там она, к лептоклейдам их относили, вот к вот этим ребятам, ну как там, он вообще не вписывается. У них шея-то короткая, у лептоклейдушек. А у кайвеки у нас шейка-то длинная, а морда короткая. Так, вот так вот она выглядит на первом уровне. Зубы как иголки, и тут глаза, мне чуть напоминает голову Титанобоа, ребята, согласны с этим? Как Титанобоа, короче. Так, вот первый уровень, это у нас легендарочка, обыкновенная, да, 320 на 100, 482 на 151, и 826 на 258. Так, а на 30-м уровне, ой-ой, смотрим, 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 ух ты, прикольно, прикольно проглотила рыбешку. Так, какие показатели 1200 на 400? Ну, на 30-м, так, конечно, слабовато. Слабовато, но это всего лишь 30-й. Ну, будет классический, легендарный, без каких-либо там, не вид, ничего сверхсильного здесь не будет, классический. Так, ну, давайте будем прокачиваться. Узко-специализированный охотник на шкай веке дожила там в конце мелового периода, миллионов 70 лет назад. Вот такой вот у нас уже полосатик получается. И время нам пойти сейчас на арену. Хм, он выглядит прикольно. Посмотрим, какая она будет на 40-м левеле. Так, запоминаем, 1393 сила удара. 393. Ух ты, нам тут предлагают просто все бесплатно возобновить. Это радует. Так, 393, но где-то далеко. У-у-у-у, у нас тут мауизавр, е-мое. И стиксозавр у нас здесь. Ну, вот так вот хотелось бы, конечно, взять и пойти, но мы такого себе не можем позволить. Так, если против нас вдруг будет какой-то рифовый, нужно взять чего-нибудь пещерного. Например, вот так вот, да? Ну, и тут еще одна. Кайвекия. Как Икеа, только Кайвекия. Погнали. Так, 400, 500, 500 неудачный вариант, потому что там два кронозавра, у которых сильный укус, конечно же, идет. Я бы, Дун Клеостея пробил за два удара. Так, ну, надо защищаться. Иначе можно быстро распрощаться. Так, ну, три удара мы уже переносить не можем. Противник неизвестно, куда потратил свои баллы. Так. Четыре атака. На все четыре. Это хорошо. И хорошо, что у него идет следующий тоже рифовый. То есть он потратит еще один балл на подмену. Хотя... Один удар! Я его пробиваю за один удар. У меня 623. Ну, это прикольно. Ну, на кроника он по любасу сейчас назад подменится. Сейчас кронозавр. А может и проатакует? Ой, четыре. Блин, что-то я думал, что три будет. Он сменился. Три. Мы все равно выживем. И не проатаковал. Так, ну, я тоже подменюсь. Так. Атака на два более чем достаточно. Еще два. И два в тыринус. Так, не очень крупная у нас смотрится кайвеки. А по сравнению с дунглиостеем... Ну, конечно, дунглиостеем у нас сколько-то он весил. А кайвеки несчастных там полтонны, если она шкривется. Из семи. Атака на четыре. Ничего себе. То есть, три балла мог защиту поставить на нам по барабану. Мы его пробиваем за один укус. У нас есть гиазавр. Родственник Метриолонг. Метриоринха. Не мой. Ну-ка, видите, у него такие лапы довольно развитые. В общем-то, они на плавники не особо похожи. Крокодильчик. Так. Ну, первый бой за нами. Закрываем и идем дальше прокачивать нашу красотку. Так, сейчас она у нас посинеет. Она у нас блаткая, зелененькая. Сейчас станет синенькой. Как матроска. Еле поместилась инкубатор, смотрите. Пришлось чуть ли не в калачик свернуться. Так, ну вот так вот она у нас выглядит, да, как пришелец с других планет. Вот эти вот какие-то, не знаю, наросты, знаете, есть у самолетов на дополнительное оперение где-то возле кабины пилотов, чтобы повысить маневренность. Вот с какой-то такой вот целью, наверное, там было бы забавно, если бы они туда притулили плавничок маленький. А вообще-то лучше бы шипы какие-то ей прицепили туда. Ну вот так вот у нас она выглядит. Выглядит довольно забавно. Забавненький такой. Элос мазаврит. Поплыл себе куда-то. Ну, хвостик такой. Прикольный. Ну вот там Минтрончик у нас поехал. Видели? О, он покатился, покатился. Блин, зудырикая шея. Тур-дур-дур-дур. Чуть ли не сломалась. Ой, его прям всего покоробило, пока он сюда плыл. Ну вот, представьте, что вы под водой в аквариуме где-то, в аквапарк, короче, пошли, да. 3D-очечки какие-то одеть. И было бы вообще зачетно. Водичка бурлит, кай веке оплывет. Так. Ну, давайте сейчас будем кормить нашу рыбешку. Так. Я вот тут думаю, просто какой, как говорится, стоп-кадр тут выбрать, чтобы на заставочку нарисовать красивую. Ну, что-то так с поеданием, как-то странно получается. Ладно, давайте кормим. Последний раз любуемся этой процедурой. Так. И что мы видим? 1781 на 557. Ну, а-ля тираннозавр. Чуть меньше урон, чуть больше жизни, да. У Рекса 1600 на 600, а тут 1800 на 550. Ух ты, подождите, а у нас раньше же не было возможности по кругу провертеть. Правильно я понимаю? Я вот только обратил внимание. У нас, по-моему, раньше было только ограниченный. А сейчас у нас, смотрите, какая свобода. Жаль, что нельзя водных там как-то поддраконить, как бы, что-то им поделать. Но выглядит прикольно. Ребята, как давно эта штука появилась? Наверное, после последней обновы, да? Вот этот момент, я... Ну, мы как-то крути... А, мы крутимся вокруг самого динозавра. Он, как бы, ближе остается практически в фокусе. Ну, это прикольно. Смотрите, вот этот забор. Ну, то ли я его давно не видел, то ли я его вообще никогда не видел. Так, ну, хватит там поворачиваться к нам. Повернить к нам лицом. Так, давайте будем сейчас читать, что нам здесь пишут. Кайвеки относятся к плезиозаврам из позднемилового периода. Ну, это я вам сказал уже. Единственный скелет Кайвеки нашли около поселения Кайтики. Ну, это ее, собственно говоря, видовое название. Кайтики в Новой Зеландии, при этом почти полностью сохранившись. Да, это я вам не сказал, что всего есть один скелет. И он почти целый. Кайвеки отличается от других плезиоров большим количеством мелких зубов. Предполагается, что они отлично подходили для охоты на мелкую и быструю добычу, таких как кальваров. Кайвеки переводится как пожиратель кальмаров. И это не случайно, потому что, по мнению париентологов, именно кальмары составляли основной рацион этого динозавра. Ну, в общем-то, люди читают все то же, что и я читаю. Да, кстати, ребята, ссылочки на полезные статейки прикреплю тоже в описании. Если кому интересно, там на английском языке покопаться. Так, 1780 на 557 силы удара. Отлично. Идем еще разок сразимся. Вот где-то здесь. Вот 558. Итак, что предлагаю взять. Это брать нужно... Рифовых нужно брать. Отлично. Отлично. Вот так вот давайте пойдем. Если против нас вылезет какой-то пещерный, то кайвеки его растрепает в клочья. Так, ну так и получилось. То есть, у монозавра у нас сейчас уйдет на мыло. А там еще и резод идет. Так, 700-700. Блин, надо защищаться. Два удара не выдерживают у монозавра. Это, конечно, нехорошо. Надо было подобрать какого-то такого танкующего. Черт, это плохо. Это плохо. Так, жертвоприношение сделано. Так, это плохо. Это плохо, ребята. Ну, походу, придется вам показать смерть кайвеки сейчас. Раз, два, три. И раз, два, наверное. Так, ну пока что поживет. Резод сейчас подменится. Ой-ой-ой, резодой бояться-то не стоит. Раз, четыре, подменился, три. Ну давай, атакуй. И атакует на два. Один балл приверег? Нет, все-таки. Наверное, не увидите вы смерть кайвеки. Я атакую на раз, два, три. Раз, два. Переношу. И кайвеки у нас сожрет еще и резодом. Так, смотрите, какие рыбешки. Да, резод тут по размерам немного уступает. Кстати, они очень похожи по раскраске. Такое чувство, что один и тот же дизайнер их рисовал. Давай, это был супер удар, я так, наверное. А может и нет. От нашей кайвеки. Крутим. Барабан и ждем супер приз на барабане. Автомобиль. Сто баксов. Очень тоже, кстати, хороший приз, ребята. Вот так вот. Ну что ж, на этом я, ребятки, с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok